Несмотря на то, что зимний период приносит вирусные инфекции и грипп, а последние два года мы живем еще и в эпоху COVID-19, несомненно радует, что сегодня специалисты отмечают спад заболеваемости. Мы находимся на своего рода плато. Такой показатель во многом заслуга комплексных профилактических мер, принимаемых в областном центре. К ним относятся не специфические и специфические. К последним относятся вакцинация. Вакцинация – это единственный практически стопроцентный способ облегчить течение таких тяжелых жизнеугрожающих заболеваний, как грипп и коронавирусная инфекция. Также немаловажна и не специфическая профилактика, которая, конечно же, включает в себя комплекс каких-то мер и предосторожностей. В первую очередь, конечно, все знают, что надо одеваться, соответственно, в погоде, утепляться, шапки, перчатки, теплая обувь непромокаемая. Конечно, можно рекомендовать поливитамины курсами, поливитамины, содержащие в своем составе большое количество аскорбиновой кислоты, которая влияет на иммунитет, может, фолиевая кислота. Давно доказано влияние витамина D на иммунную систему организма, так как зима, холода, много одежды на коже, а витамин D вырабатывается в нашем организме под влиянием ультрафиолетовых лучей, и это, получается, зимой невозможно. Поэтому в небольших профилактических дозировках мы его сейчас рекомендуем. Принимать витамины мало, если страдает соблюдение режима труда и отдыха, а это то, на что многие из нас в ускоренной жизненной гонке просто не обращают внимания. Еще одним центральным звеном в цепочке здоровья любого человека, конечно, является питание. Сбалансированно питаться очень важно. 100 г белка, 20 г сливочного масла, овощи, фрукты с высоким содержанием витаминов, растительные клетчатки, которые важны для работы кишечника, потому что кишечник – это наш иммунологический барьер в организме. Поэтому пробиотики, пребиотики, которые содержатся в кисломолочных продуктах, также важны. Это что касается внутреннего состояния организма. Но не будем забывать, что зимняя холода серьезно бьют и по нашей хрупкой оболочке. Особо незащищенные участки нашего тела, например, кожа лица и руки, нуждаются в серьезном уходе. На улице мы сталкиваемся с морозом и ветром, а в помещениях – с пересушенным воздухом. Надо кожу защищать. То, что она касается на улице, обязательно пользоваться средствами, кремами, которые более жирные, с большим содержанием масел, чем мы обычно пользуемся. Потому что даже жирная кожа, обычно в летний период, она всегда себя чувствует комфортно, когда начинаются отопительные сезоны. Зима, она может быть пересушенная, шелушащаяся, зудящая и так далее. Поэтому обязательно, естественно, использовать такого характера крема. Мы должны наносить средства за 30-40, то есть в зависимости от того, какой косметический крем. Если крем очень жирный, если мы видим, что в составе там нет воды, то мы можем наносить за 20-30 минут до выхода на улицу. Если крем с содержанием воды, то мы наносим где-то за минут 30-40, лучше час, чтобы та вода, которая в креме, она испарилась. Зима – еще и идеальное время для косметических процедур, которые следует делать при наименьшем уровне ультрафиолетовых лучей. Это многие аппаратные процедуры, лечение сосудов, лечение пигментации. Это может быть лазерные шлифовки, которые делаются с целью и омоложения, и коррекции, допустим, тех же самых рубцов постакне. Ну и, конечно, какая зима без теплых, согревающих напитков. Отличной альтернативой зеленому и черному чаю могут стать травы. Фитотерапия, лечение болезни лекарственными растениями или их частями в свежем сушеном состоянии или в виде соков, сиропов и настойку ходят корнями в далекое прошлое. Лобазник – кроверазжижающее и противовирусное средство. Календула – антисептическая. Липа – патагонные и жаропонижающие, а чабрец успокаивает кашель. Иван-чай. У него очень хорошее свойство, он гармонизирует организм, и если у кого-то повышенное давление или пониженное, он приводит в норму содержание витаминов. И самое хорошее – то, что у него нет кофеина, и поэтому можно пить каждый день без ограничений. Масла можно, как, допустим, делать ингаляции водные. Берем кастрюльку, капаем туда несколько капель масла, например, лавандовое, или там шалфей, или розмарин. И делаем 10-15 вдохов. Это как профилактически, так же можно и уже в период обострения делать такие ингаляции. Пейте вкусный чай, дышите аромомаслами, вовремя отдыхайте, старайтесь проводить время позитивно и активно, и тогда вы сбережете свое здоровье.